всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать домашний блог хочу вам показать сегодня как я делаю запеканку с цветной капусты я кстати ну летом на самом деле не часто я ее покупаю цветную капусту как-то вот не знаю по когда хочется скажем так тогда и покупаю и делаю а зимой кстати и делаю из замороженной то есть все то же самое только из замороженной цветной капусты и я ее предварительно не отвариваю сразу но размораживаю сразу бросаю в противень и запекаю просто чуть-чуть подольше времени обычно ставлю чтобы она пропеклась была вкусненькая вот такой вариант запеканки я очень сильно рекомендую правда не кладите все-таки туда майонез мне кажется майонез не стоит потому что но тогда не знаю для меня тогда блюдо наверно слишком жирное что ли получается очень вкусно именно со сметанкой и еще бывает вариант вместо сметаны кладут сливки но но у меня вариант со сметаной чаще всего я кстати делаю со сметаны со сливками очень-очень редко вот так что вам сейчас покажу также я вчера сделала торт наполеон и его уже правда покусали скажем так у меня есть видео на канале стартом наполеоном я вам оставлю ссылку внизу инфобоксе рецепт наполеона еще называют ленивый рецепт когда вы покупаете в принципе все готовое выпекаете смешиваете и собираете торт поставить его на ночь в холодильник и получается очень вкусно вот я всегда крем для наполеона делаю со сливками всегда потому что он получается тогда такой более воздушный такой более сливочный скажем так и также сегодня покажу вам заказ сломоды для своих деток так что кому интересно такая тема продолжать смотреть и так вот моя запеканка которую я буду делать из цветной капусты я ее предварительно отварила оставляю вот такие маленькие только соцветия разбираю их то есть чтобы они были не крупными складывал в протвешок и варю я их подсоленной воде но практически до готовности то есть они такие слегка солененькие и вот вот так вот выкладываю сейчас они у меня уже остыли или в отдельную мисочку я буду делать соус заливку для этой запеканки значит здесь у меня сыр потертый 3 столовые ложки сметаны и 4 яйца так как у меня много то есть у меня такая протвешок достаточно большой сейчас я все это размешаю и залью вот я все перемешала залила вот так вот это все выглядит она потом все внутри перемешается перри ну как сказать запечется в такую более-менее однородную массу у меня десятипроцентная сметана вот эту просто квашеную которые покупаю в ленте можно конечно взять майонез но для меня тогда это блюдо потеряет вообще весь смысл потому что все-таки это овощи и ну как-то хочется их более-менее облегченными есть поэтому я лично советую со сметаной с майонезом получается достаточно жирно если у меня нет сметаны и то я обычно просто яйцо сыр и все добавляю сейчас буду ставить духовку на температуру 180 градусов буквально на полчасика даже можно минут на двадцать что просто все это пропеклось так как у нас уже цветная капуста она уже готова поэтому в принципе особо печи не нужно и вот такая вот у меня получается запеканка видите вот это вот водичка это получается ну как от сметаны наверное то есть она полностью внутри покрыта она сейчас я ее оставлю сейчас уже поздний вечер я готовлю ее на завтрак на утро и утру она когда полностью остынет внутри это все тоже застынет и будет очень вкусно на самом деле по аромату как будто бы вы просто что-то сырное запекаете то есть нет вот этого явного аромата цветной капусты которого такой до специфический который не все любят поэтому я очень рекомендую такую запеканку тем кто кто не любит особо ну как бы вот в чистом виде кто не ест цветную капусту но знаете цветной капусты накормить надо вот это из этой серии вот такая запеканка и я вам уже завтра с утра покажу как она будет в разрезе это полностью застынет а сейчас я просто оставлю здесь на столе накрою фольгой и утром все позавтраку так что вот такая вот вкусная можно еще сверху просто посыпать сыром или положить пласты сыра и будет такая сырная корочка сверху но ведь у меня получается сыр остается в основном наверху а внутри вот уже яичко со сметаной так что поэтому я так не делаю но можно сверху посыпать сыром кто совсем любитель сыра например вот так что вот так вот и вот моя запеканка которая с цветной капусты видите она постояла у меня в холодильнике остыла и внутри выглядит все вот таким вот образом то есть вот эти кусочки как бы получается в такой яичные смеси наподобие того получается очень вкусно все накладывать видите она внутри вот такая очень вкусно так что советую и вот мой тортик наполеон вот так вот он выглядит он конечно не получился такой кривенький но зато свой я раньше все время обрезала его по круглой тарелке а в этот раз не стало потому что было бы много обрезков у меня был такими пластами небольшими которые я раскатала и мне получился здесь 8 коржей вот такой вот он огромный прям получился но очень-очень вкусный мама говорит как магазинный так что так что не забывайте что рецепт я видео с рецептом я оставлю внизу в инфобоксе суп сосисками которые я варю я всегда его варю с макарошками на курином бульоне и с картошечкой на такой-то он вкусный получается в этот раз у меня вот такая вермишелька принципе в принципе можно любую сюда брать он получается очень-очень вкусно вкусно тебе а ты что делаешь на маленький нас как всегда водичка с макаронами да и так вот мой заказ на сайте ламу да я заказала все детям с младшему старшему ребенку заказала 10 вещей из них мы взяли всего лишь пять ну я что-то взяла просто разных размеров чтобы померить и так начнем с младшего это я заказала младшему сыночку в садик значит вот такие штаны это марка модис размер 128 они ему длинноватые но мне как раз вот что называется на целый год хватит и они внизу вот такие утепленные вообще я это называю с начесом не знаю почему меня мама так называла бабушка и я тоже так называю вот правда написано 128 8 лет но как-то странно на мой взгляд 128 это далеко не 8 лет вот так что вот такие вот штанишки и это в садик ходить как раз таки ну когда знаете прохладная погода одевать в группе там самой носить да чтобы было тепленько вот у меня такие всегда спортивные штаны носят и футболочку вот такую футболочку может по другие штанишки у нас тоже есть синие вот такие вот тоже на 128 тоже немножко великовата но я подумал мало ли еще под сядет я не знаю что это такая за марка честно впервые я вижу вот такая босс босс ноу как-то так наверное называется вот так что вы такой у меня будет красавец я сейчас все померю и покажу на своих деток а старшему своему сыну заказала вот такую вот рубашку рубашка просто потрясающе во первых мне понравилась вот эта вот отделка что она не чисто белая а с такой отделкой это всегда ну как-то так наряд не что ли выглядит он у меня пойдет в этой рубашке 1 сентября обязательно я все ссылки вам оставлю внизу в инфобоксе так что переходите смотрите но вот эта рубашка мне обошлась с учетом всяких акций бонусов и так далее она мне обошлась в полторы тысячи рублей по моему на сайте она сейчас стоит как 1800 вот у него вот такой состав модал и хлопок я почитала что модал это ткань которая делают из бамбука или из эвкалипта то есть она когда жарко нам слегка охлаждать когда холодно она будет согревать так что вот такой вот классно просто ну не знаю мой взгляд очень красиво рубашка она такая знаете на ощупь как шелковистая слегка и мне еще понравилось в этой рубашке то что она длинная то есть можно заправить брюки и будет отлично просто смотреться также старшему сыночку купила кроссовки вот такие вот тоже ссылочку вам оставлю я специально беру вот такие вот как сказать чтобы здесь были не тканевые как раз на осень ходить чтобы если дождь дом ноги не промокли в ботинках он мне не хочет ходить он хочет ходить в кроссовках поэтому выбрали что-то такое более-менее нейтральное и при этом чтобы нравилось сыночку кроссовки идут размер в размер это у меня получается 36 размер чуть-чуть они великоваты но у меня уже 35 размером ребенку только-только поэтому 36 как раз самое и самое главное то ради чего мы делали заказ это вот такая ветровка как раз у меня нету ребенка никакой куртки есть но он уже вырос она внутри идет вот с такой подкладкой как бы хлопковой такой то есть она не сильно утепленная вот сейчас на прохладную погоду сентябрь месяц со свитером каким-то еще будет вообще отлично ходить ему тоже она стоила что-то две с половиной вроде бы тысячи в общем ссылочку тоже оставлю здесь идут карманы вот такие вот ну и конечно же самое главное череп на рукаве тоже будет в школу ходить с капюшончиком что самое главное и я очень люблю когда куртки идут вот с такой стоечка потому что меня дети не любят шарфы чтобы горлышко было закрыто вот такая марка аврора тоже очень симпатичная классно классно сделано и она такая удлиненная на моему сыну великовата конечно но я вот обычно верхнюю одежду детям покупаю на вырост скажем так чтобы чтобы не один сезон поносить вот но сейчас покажу как все это смотрится на моих мальчишках так вот мои модели что такой серьезный вот кроссовки повернись бочку крутые кроссовки так вот штаны немножко великовата футболка немножко великоват но нам нормально посмотри в камеру и вот эта рубашечка очень симпатичненькая да вот такие вот у меня модники модники до попы повернулись вот такие модники так и вот куртка как я говорила мне нравится вот то что вы здесь вот так вот чтобы шея не была голой красоту самое главное ему понравилось это черепок это что темно-синий цвет это тоже конечно и вот она такая удлиненная но она ведь ему немножко великовато ну как раз как раз там не найден сезон повернись попой вот так вот здесь еще с той стороны можно подзатянуть но у меня такую историю не любят на краски вот так что вот это вот внутри утепленная сейчас можно ходить вот прям так на рубашку в школу а потом вместе со свитерком но красавица меня на сегодня буду с вами прощаться не забывайте что все ссылочки я вам оставляю внизу в инфобоксе обязательно переходите посмотрите возможно кому-то эта информация будет полезно ссылки я имею ввиду на детскую одежду не забывайте также подписываться на мой канал нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео оставляйте свои комментарии всех люблю целую до новых встреч